Сукас С21 Электрик Шево для мужчин с влажным и сухим режимом бритья. А еще здесь есть автоматический режим бритья. Плюс я отрастил бороду. Правда, отличное начало для ролика про электробритву. Но месяц до начала отращивания растительности на лице я отлично ей брился. И это первая молодежного цвета бритва от сяомитов показала себя исключительно хорошо. Здесь продумали все, начиная от подачи и маленьких презентов в виде силиконовых брелков и заканчивая оранжевого цвета непромокаемой сумочкой для переноски. И нечего здесь кривить лица. Искать по квартире или номеру всегда проще яркие вещи. Хотя эпичнее всегда выглядит матовый черный. Или красный. Супер ценник на сейле меня побудил к обзору. Думал рассказывать не стану, но за такой прайс не рассказать о ней просто нельзя. Тьюб 932, всем привет, вы на канале Польза.нет. Меня зовут Саня, канал Без Мата. Розыгрыши море, читаем описание, какие сейчас актуальны. Постоянно это 5 Mi Band 6 серии разыгрывается за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Не забываем, кстати, подписываться на лайв канал с подробными обзорами телефонов и примерами съемки. Подписывайтесь с колоколом на этот канал. И сегодня я расскажу вам об электробритве Sukas S21 Automatic Electric Shave. Все, кто смотрит мой канал достаточно давно, знают, что сяомитских бритв у меня уже больше 10. Притом был даже их топ. Его вы можете посмотреть по ссылке в правом верхнем углу. И я не пытаюсь доказать, что бритвы за 15 тысяч рублей от Philips или Panasonic'а бреют так же. Разумеется, они бреют лучше, иногда более функциональны, но по большому счету плюс-минус одно и то же. В процессе обзора поймете, о чем я. Комплект конкретно у этой бритвы просто царский, чего только стоит одна ее упаковка. Подача на половину стоимости. Улыбнулись, обрадовались большому количеству плюшек. Приятнее всего, конечно, из комплекта не два силиконовых брелка, не оранжевый чехол, не промокаемый с документацией, не щетка для чистки и даже не сама бритва, а мелочь под названием кабель Type-C. И здесь меня поймут всех, кто хоть раз искал кабель под бритву с блоком зарядки. Особенно, когда она необходима, она села. Да, здесь блока зарядки нет, но вы можете подзарядить бритву от любого входа USB-A. Хоть от ноутбука, хоть от компьютера, все подойдет. Следующий конструкционный бонус – это головки бритвы можно снимать. Также можно промывать бритву в проточной воде. Чехол здесь, кстати, тоже непромокаемый, о чем я уже два раза вам сказал. Бритва имеет тщательно продуманную форму с качественными стальными ножевыми головками, которые легко справляются с жесткой, но не супер жесткой щетиной и прекрасно адаптируются под самые сложные контуры лица, исключая шею, как вы понимаете. Но это не на 100% так. Лично у меня щетина довольно жесткая, растительности на лице хватает, и если запустить недельку, бритва начнет захлебываться и рвать волоски. Триммера нет, бороду не побреешь, кантик не обновишь. Кожа к ней привыкает довольно быстро. После трех дней использования покраснений у вас уже не будет. Да, и после первого применения в принципе не будет, если использовать пену, а не сухое бритье. Но, разумеется, не на шее. Кожи на шее нужно будет минимум три дня, чтобы привыкнуть к новым лезвиям. По режимам. Здесь их два. Один ручной, второй автоматический. Автомат, конечно, тема бесполезная лично по мне. Кнопку не нажать, это уже лютая дичь. Вот прямо так лениться, мне кажется, не стоит. Дальше уже без надеградации. Режимы, разумеется, переключаются кнопкой. Корпус электробритвы имеет надежную защиту от влаги по стандарту IPX7, поэтому вы смело можете ополаскивать головку электробритвы под проточной водой, как и пользоваться бритвой с пеной. Размеры 154 мм на 64 на 62 мм лежит в руке очень даже удобно. Шумит стандартно на 65 дБ. Плохо, что нет режима турбо, но с другой стороны мощи ее хватает. Это самая, наверное, мощная бритва из тех сяомитских, что у меня была до 50 долларов. Головку можно снять, открывается для промывки она одним нажатием. Блокировка для транспортировки в наличии, стандартным зажатием единственной функциональной клавиши на 3 секунды. Внутри аккумулятор на 800 мАч, который способен обеспечить до трех сотен минут работы устройства. Заряжать до 100% ее нужно бодрых 5 часов зарядкой на 5 Вт, то есть она берет 5 Вольт 1 Ампер. Три всенаправленные ножевые головки вращаются на 360 градусов и прекрасно адаптируются под контуры вашего подбородка, челюсти и уголков рта. Во всяком случае, в рекламе. Помним, что если у вас нежная кожа, вам ничего не поможет, придется несколько дней привыкать. Все то же самое было в прошлых версиях этой бритвы, вы можете увидеть, что у меня их несколько. Есть функции быстрой зарядки за минуту. Одна функциональная кнопка. Размеры вы сейчас видите. Ручка прорезинена с тыльной стороны. Очень даже удобно. При зарядке корпус слегка греется, что не особо хорошо, но, к сожалению, мной ожидаемо. Брит почти так же чисто, как и при тщательном бритье ручным станком. Пораниться невозможно. Опять же, с условием, что ваша кожа не нежная и щетина не лютая. Допустим, как у меня. Волос, в принципе, не дерет никакой. На моей коже раздражение от любого бритья, при том, что станком, что электрической бритвой. От этой бритвы раздражение у меня было по минимуму. Скажем так, она в топе бритв. При том, что функционально она по ощущениям мощнее, чем ее предшественники, на процентов 20 как минимум. Это по оборотам. Да и, в принципе, по скорости бритья. Опять же, ну, пока она новая. Понятно, что головки затупятся со временем. За месяц они не затупились, не потеряли своих свойств. А что будет дальше, это уже вопрос. Минусы. Это нет триммера. Пока в продаже нет сменных головок. А от других моделей Xiaomi они не подходят. Фасон на любителя. И с жесткой щетиной она радовать вас будет недолго, если вам нужна идеальная бритва. Если она у вас титановая, как бы вы ни брились этой бритвой, эффекта нового станка вам не добиться. Хотя, в принципе, какие бы бритвами я ни брился, даже самыми топовыми по 20 тысяч рублей, при любом раскладе это не сравнить со станком. Может быть, вы встречали что-то другое, можете поделиться. Либо у меня какая-то щетина не такая. Цена по ссылке в описании к видео на распродаже с бесплатной доставкой будет в районе 33 долларов, что около 2,5 тысяч рублей. Плюс-минус сотня. Притом, она однозначно зайдет как подарочная, учитывая ее упаковку. Резюмирую. Это средство личной гигиены. Читайте отзывы и делайте выводы. На Али много продавцов продает это дело. Но, правда, в основной массы дороже. Учитывая ценник 23 числа, я ее однозначно рекомендую. Или она, или Panasonic за баксов 200. В руке держать удобно, заряжается просто, бреет чисто. Завтра обзор на Sony 4 в связке с плеером дороже 100 тысяч. И, кстати, все, что вы видите на Алине, обязательно в моих обзорах или еще где-то. Очень советую сразу закидывать себе в корзину для того, чтобы в перспективе, когда вы решите что-то купить во время распродажи, вы успели использовать промокоды для своих девайсов, которые вы выбрали. В противном случае, возможно, вам придется на сейле довольствоваться просто купонами, которые можно совмещать с промиками. А промики разлетятся довольно быстро. Но это такой лайфхак из разряда «хотите пользуйтесь, хотите нет», но моя корзина всегда на 90 айтемов полная. Все это я расскажу вам на стриме 22 числа. Перед распродажей я обязательно освещу вам, что я собираюсь покупать, топ-10 устройств, в какую цену они мне выйдут и что я буду делать, если у меня это дело не получится. Потому что очень часто я не успеваю что-то купить. Допустим, ноутбуки редко успеваю купить, если хочу по промо ценам или еще что-то. Но в игры на Али я уже играю, у меня уже несколько купонов, и этим я советую заниматься и вам. Подписывайтесь на канал с колоколом, девайс сюда, добра и удачи вам, дорогие друзья!